Здравствуйте! Я бы хотел обратиться к общественности, к нашим всем чиновникам, которые занимают руководящие должности в МВД, в Генеральной прокуратуре, в судах. Хочу обратить ваше внимание на то, что происходит в данное время, сегодня, уже на протяжении около трех лет в Соколовском районе. Там бесчинствует группа мошенников, которые пользуются полным покровительством со стороны сотрудников МВД, прокуратуры. Их никто не может достать, как бы там заявления не писали, хоть любые заявления отказываются. Если даже возбуждаются, никаких мер не предпринимаются. Мошенники делают, что хотят. Им поставлены все условия для того, чтобы они могли людей безнаказанно обманывать и отбирать последние деньги, которые они сами заработали своим потом, кровью. Хоть заявление пишут, что делать бесполезно. Соколовский РУВД покрывает полностью этих мошенников. Если даже Соколовский РУВД все-таки добивается в Соколовском РУВД кто-то, чтобы их закрыли, все равно Соколовский суд их отпускает. Не обращайте внимания на то, что они несколько раз, неоднократно попали уже на аналогичном преступлении. Им специально следователи ставят статьи 166, часть 2, которая подразумевает, им дает возможность выйти на свободу. Хотя у них принесенный ущерб для людей очень большой. Они обманули очень много людей под разными предлогами. Кому-то землю продали. После того, как землю продали, потом с этого человека они за свет деньги берут по 25 тысяч долларов, за воду также по 25 тысяч долларов, за дорогу. То есть они как могут у судей деньги снимать и остаются безнаказанными. Когда же это все закончится, когда же уже придет закон Соколовский РУВД, когда же там наведут порядок уже. Нам же президент, наш президент всегда же говорит, что в Кыргызстане не будет неприкосновенных, все будет по закону. Но нет уж такого. Группа мошенников сейчас заправляет целым районом. Они отдают указания любому, сотруднику МВД, госрегистра. Судьи могут сказать, чтобы он кого-то отпустил или какое-то уголовное дело продержал. В Соколовском рассмотрении Соколовского районного суда имеется множество уголовных дел, которые по сей день без никаких причин затягиваются. Специально втянут время, чтобы у мошенников прошел срок давности, который три года. И после того, как проходит срок давности три года, суд, судья отпускает этих мошенников. Надо же, когда все-таки заканчивать это, там страдают ни в чем неповинные люди. У них забирать последние, они вообще без ничего остаются. Когда же уже подумают о простых людях. Они там купили чужие земли с рук этих мошенников. И сейчас так же не могут никому ничего доказать, потому что их никто не слышит.